Добрый вечер. Итак, хочу продолжить вчерашний рассказ о том, как я искал деньги для старта в новом бизнесе. Как я вам уже говорил, у меня была машина, которая была американской, непродаваемой, вообще непродаваемой. Никаких шансов у меня не было. Я мечтал продать ее за одну тысячу долларов на запчасти, но ее никто не хотел брать, даже на запчасти, потому что таких машин в Украине было всего две, одна моя, еще одна. Покупать запчасти, ну в общем, никаких абсолютно шансов. Так я думал. И я помолился Богу. Очень робко и очень с большим сомнением признаюсь, что Бог возьмется за это дело. Через некоторое время, примерно через неделю, я забыл, конечно, о том, что я помолился. Через некоторое время я прихожу домой, откуда-то, не знаю. Жена говорит, звонил какой-то парень и тебя искал по поводу машины. Все интересовался. Я говорю, а, все ясно. А когда звонили, я уже сразу говорил, это американская машина такая, чтобы время не тратить, будете служить дальше? Нет, до свидания. Это и так далее. Короче говоря, пришел, она мне сообщила, я отмахнулся. Звонок. Здравствуйте, скажите-ка, пожалуйста, у вас форт темпа? Я говорю, да. А какого года? Я говорю, 92-го. А какого цвета? Я говорю, золотистого. Понятно. А можно посмотреть? Я слышу голос знакомый. Я говорю, подожди, Роман, это не ты, что ли? Он говорит, ой, Олег Григорьевич, это вы, что ли? Я говорю, да. А можно посмотреть вашу машину? Я говорю, а что же ее смотреть, твою машину? Ты мне всучил машину, которую я теперь не могу продать, и ты сейчас придешь ее смотреть. У меня нет совершенно никакого времени для того, чтобы демонстрировать тебе твою же машину бывшую. Вернее, твою машину, потому что я по доверенности на ней езжу. Так что отвали. Злой я был страшно на него. Он говорит, ну, Олег Григорьевич, я хочу ее посмотреть. Я говорю, да что такое? Что это за игрушки? У меня нет времени для того, чтобы ты разглядывал свою машину. Он говорит, ну, хотя бы скажите, где она стоит? Я говорю, стоит возле дома, вот там-то и там-то. И все. Думаю, странный какой-то. Звонок через полчаса. Олег Григорьевич, ну, выйдите, я возле машины стою уже полчаса, выхожу из дома, у меня частный дом, у ворот стоит машина. Роман. Я говорю, что тебе надо? Да вот я смотрю, вы колеса поменяли, тут фару поменяли. Я говорю, а ты думал как? Сучил мне? Теперь что, ездить на такой таратайке, как ты ездил, что ли? Я ухаживаю за машиной. Вот он ходил, ходил. Я говорю, ну, что тебе надо вообще? Я говорю, Дарья Григорьевич, продайте мне эту машину. Ну, обычно, говорят, челюсть падает. До-до-до, отваливается. Она у меня просто упала в пыль, челюсть. Просто отсоединилась и рухнула в пыль. Я был в шоке, я был просто потрясен таким высказыванием. Я говорю, зачем тебе машина? Ну, ну, продайте. Я говорю, ну, хорошо, если тебе надо. А в голове сразу за... Я же был нацелен на деньги. Мне нужны были деньги. У меня бизнес. Я же мечтал. Я же цель поставил. Я был сконцентрирован на этом. Как только появилась первая возможность, я сразу за нее вцепился, хотя она была, конечно же, фантастическая. Никто никогда назад машину не покупает, проданную какому-то новому владельцу. А уж такую, от которой избавились когда-то. Я говорю, ну, ладно, если ты хочешь. Он говорит, а сколько вы хотите? Я говорю, я хочу 4200. Так, прикинул я почему-то 4200 сразу. Он говорит, о-о-о, 4200. Я говорю, 4200. Да вы что? Вы что думаете, те 5000, которые вы мне дали, они у меня сохранились? Да у меня теща все повытаскала. Давайте за 4. Я говорю, давайте. Вот только руку пронимаю, как сцепился на эту руку. Достал, достал из бардачка доверенность. Он достал 4000 долларов. Я порвал на глазах доверенность. Он мне отдал 4000 долларов. Я кинул ему ключи, и он уехал. И вот тут я стою на улице с этими деньгами. И вдруг я вспоминаю, это же я молился. Это же такое чудо Бог сделал. Потом начинаю рассказывать. Захожу домой к жене и говорю, вот я машину в Роману продал за 4000. Да ладно. Никто не верил. Я сам не мог поверить. Это чудо произошло буквально вот расстояние между тем, как я попросил. А написано в Библии. Не имеете, потому что не просите. Я с сомнением, но попросил. Мне очень надо было. И я попросил. И Бог сделал такое чудо. И я эти деньги вставил в бизнес, и у меня поперло. У меня так пошло дело в новом бизнесе. Я так, после долгих 10 лет финансовой сухомятки, вдруг влага финансовая пошла. Я работал по 12, по 14, по 15 часов в день, рассказывал о новом бизнесе. На пятый месяц мы поставили цель с женой 10-ю часть, для Бога, которая отделяется, заработать 1000 долларов. Когда мы писали это, это казалось невозможно вообще. 10 тысяч долларов в месяц. Да что вы? 10 тысяч долларов в месяц. Да где вы видели в сетевом маркетинге людей, которые зарабатывают такие деньги? Можно по пальцам пересчитать на русском рынке. На пятый месяц, я начал 24 августа, за январь у меня было 11 тысяч долларов. Но это не конец истории. Дальше была другая тема, как говорится, много денег было и дальше. А примерно через месяц я стал подумать, что пора покупать какую-то машину, потому что без машины я же как без рук. Тем более у меня пошли деньги, я отдавал долги, быстро отдавал долги, отдавал долги, отдавал долги. Причем форсированно я отдавал долги. И не все радовались, что я отдавал, кстати говоря. Я приходил в банк, куда я должен был 19 тысяч долларов. В месяц я отдавал тысячу, тысячу. Из них там примерно 270 долларов это было, было тело, кредит, а остальное были проценты. И так каждый месяц я напрягался. А тут, когда у меня пошли деньги, я за первый месяц сбегал, наверное, пару раз в банк. И так вот зачастил туда. И мне знакомая уже женщина в банке говорит, а что это вы зачастили, Олег Григорьевич? Недовольным голосом. Знаете почему? Они хотят нас отразить, им надо деньги зарабатывать, а я гашу и проценты тают. Короче говоря, у меня пошли какие-то деньги, какие-то заработки, и я решил, что я куплю машину в первую очередь. И поехал я примерно через месяца полтора на рынок, в Симферополь, смотреть подержанные автомобили. Хожу счастливый, сердце тут все. Сердце радость, внутри все поет, полон энтузиазма, бизнес пошел, оказывается все работает, оказывается можно зарабатывать. И стоит 200 и 300 долларов в день, оказывается все начинается, предвкушение к грандиозному успеху, ощущение счастья. Наконец-то прорыв произошел, тот взрыв, о котором так долго говорили большевики, случился. Короче говоря, приехал я на рынок, хожу счастливый, и вдруг натыкаю взглядом на кислую рожу. Стоит мой бывший Форд, на нем огромными буквами, впереди из зала написано «Продается», и стоит с кислой рожей роман. Тот самый роман, который год назад всучил мне эту машину, и на крыльях счастья улетел, а потом вдруг по неизвестной причине, каким-то совершенно невообразимым образом, вдруг возжелал ее обратно. И был рад купить за 4 тысячи. Для меня это было спасение. Я мечтал за тысячу ее продать, и никто не брал. И тут явился тот, кто меня наказал с этой машины. Я думаю так, что Бог заставил его это сделать. Бог, к которому я по причине своей неопытности так робко обратился и так скромно попросил, быстро отреагировал и нашел, мне кажется, самый оптимальный вариант. Самый оптимальный вариант. Продал, заставил купить эту же машину тому, кто ее мне в свое время таким вот подлым образом вставил. Вот такая замечательная история. Вывод. Отсюда вывод какой. Я понял после этого случая, я понял. Я понял, что в бизнесе, да и вообще в жизни, ну вот если мы говорим о бизнесе, в бизнесе, полагаться на себя, я тут как-то читал позавчера притчи, или вчера, позавчера притчи, и там было написано, 3 числа вчера, притчи, и там было написано, тот, кто полагается на себя, тот глуп. И я понял, что надо полагаться на Бога. Нужно делать свою работу, нужно выполнять свою работу, свою часть, то, что ты можешь делать физическими руками, мозгами, головой своей. А то, что должен делать Бог в духовном мире, это его работа. Если он говорит, что я тебе помогу. Вся Библия пропитана этими обещаниями, обетованиями Бога. В том, что он нас никогда не бросит, никогда не оставит в беде, всегда поддержит и поможет только проси. Будь чистым и проси у Бога помощи. И так я понял, что существуют материальные, физические инструменты бизнеса. Знания, навыки, умения, физический труд, энергия, мое желание, страсть и так далее, мои действия. И есть духовная часть, за которую отвечает Господь Бог. Если мы с мозгами, если мы обращаемся к тому, кто нас сотворил, тому, кто нас создал, тому, кто знает нас изначально, потому что сделал нас своими перстами, если мы доверяем Богу, если мы признаем его суверенитет над собой, его главенствующее положение, потому что он отец, а мы дети, потому что он создатель, а мы его творение, то тогда он с радостью откликается. А если мы кривляемся и кричим, что я сам могу, а ты, то тогда он предоставляет нам возможность урукаться самим, как я это и делал 10 лет. И с тех пор я понял, что надо полагаться на Бога, нужно действовать и полагаться на Бога, нужно работать много и просить Бога. И тогда соединение твоей энергии, твоих навыков, знаний, умений, плюс духовная часть, инструменты нематериальные, духовные, небесные, Божьи, это и дает результат. Поэтому огромное количество людей, которые преуспевают, знают этот секрет, знают этот секрет, знают, к кому обращаться и действуют в успехе. У меня через несколько дней появится ссылка на этом блоге, которая позволит перейти на другой блог, предназначенный для верующих людей. Я буду рассказывать там о духовных инструментах, которые надо использовать для ведения бельца и не только, а вообще для жизни. Желаю вам удачи, пусть Бог помогает вам всегда и везде. До свидания.